Приветствую вас! И ситуация заключается вот в чем. Конечно, чем именно руководствовался ваш молодой человек, можно только догадывать, потому что мы не можем залезть ему в голову и посмотреть, о чем он думает. Но по вашему описанию, наиболее вероятным кажется ситуация, когда мужчина просто-напросто начал стыдиться вас за то, что, допустим, он с вами выпил сладости, проявлял себя как-то более ярко, более агрессивно, ну агрессивно в том плане, что более интенсивно, чем хотел бы, и из-за этого ему теперь неловко перед вами. И вот эта неловкость, то есть, как бы он в начале вашего знакомства выставлял себя с вами одним образом, определенным образом, да, а оказался вам в определенном, значит, свете. После того, как он выпил, он проявил себя иначе, показал себя с другой стороны, и ему кажется, что это очень негативно, ему кажется, что это плохо. Для него это проигрыш. И, ну как проигрыш, для него это просто косяк, косяк, неудач. И теперь ему просто стыдно, видимо, с вами общаться, он кажется, что вы в нем разочаровались. Если тот момент очень тонкий, смотрите, мы сейчас не затрагиваем тему секса, потому что это отдельный разговор. Мы сейчас говорим на ту тему, которая не касается секса. Вам в ситуации, которую я описал, нужно подойти к нему, поговорить, сказать, что вам очень понравилось, когда вы выпили, сказать, что хотите повторить еще раз. И если вы прав, если я прав, то он с радостью согласится, приободрится, сразу повеселеет, и у вас все будет хорошо. А если этого не произойдет, то тогда мужчина хотел, вероятно, с вами переспать. Но у него это не получилось. Уже вы не написали, почему, но у него не получилось. А на серьезные отношения он не готов или не хочет, или считает, что раз у него не получилось переспать с вами вот тогда, когда вы выпили, то уже не получится. А что-то делать, для того, чтобы еще раз пытаться, у него нет желания. И отсюда такое его поведение. И этого вы лучше изменить не сможете, потому что, если мужчина изначально воспринимал вас как средство для достижения определенных своих потребностей, то логично предположить, что не предоставив ему удовлетворения этих потребностей, вы, по сути дела, опрогнули его. И больше ему не нужны, ему не нужны. Но, чтобы убедиться в этом, вам нужно проверить. И проверить это можно только одним способом. Поэтому, как я уже сказал, приглашите ему повторить ваш самодульчик, приглашите ему еще раз погулять, выпить. И, если он согласится, если он будет вести себя так же, только опять будет веселым, опять будет улыбаться, то это говорит о том, что, действительно, он испытывал чувство стыда за то, что, значит, был с вами пьяным. Если же он от предложения откажется и не воспримет вашу подбадривающую инициативу, это говорит о том, что вы нужны были ему только в качестве сексуального партнера, и не получив этого, он потерял вам интерес и теперь будет искать себе другой объект. И в таком случае это очень хорошо, что ваше отношение закончится сейчас, потому что, если бы вы прообщались дольше, вы бы к нему привязались, вы бы начали испытывать с нему чувства более сильные и разрыв, а он был бы неминуемым в этом случае, причинил бы вам гораздо больше боли, гораздо больше страданий и переживался бы тяжелее. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.